Здравствуйте! Роскачество собирается проверить сгущенное молоко по всей России. Организация начинает закупать в магазинах страны банки со сгущенкой, чтобы исследовать их по 70 показателям качества и безопасности. Сгущенку изучат на наличии групп бактерий, кишечной палочки, растительных жиров и следов плесени, а также на содержание сахара, сообщает российская газета. Всего тестированию будет подвергнута продукция, произведенная в Краснодарском крае, Белгородской, Московской, Смоленской областях и других регионах. Как пояснили в лаборатории Научно-исследовательского института молочной промышленности, по ГОСТу молоко цельное сгущенное не должно содержать никаких добавок. В его составе должно быть только натуральное молоко, выпаренное до нужной консистенции, и сахар. Из-за продуктовых санкций каждый россиянин потерял в среднем 4,5 тысячи рублей в год. К такому выводу пришли эксперты Российской академии народного хозяйства, сообщает Лентаро. По данным специалистов, стоимость набора санкционных продуктов была бы ниже примерно на 3%, если бы продуктовая эмбарго в России не действовала. При этом набор несанкционных продуктов оказался бы дешевле также на 3%. Напомню, Россия в августе 2014 года ввела эмбарго на ввоз целого перечня продуктов из стран ЕС, США и ряда других государств в ответ на их экономические санкции. Ограничения действуют до 31 декабря 2017 года и могут быть продлены. У жителей частного сектора поселка Новые Лиды появился скоростной интернет. Работой по модернизации инфраструктуры осуществила компания Ростелеком. Работа по прокладке оптики началась 4 года назад. За это время было проложено порядка 7,5 километров волоконно-оптических линий связи. В результате скоростной интернет и цифровое телевидение появилось не только у жителей многоквартирных домов, но и в ряде домов частного сектора. Телекоммуникационные услуги в поселке предоставляются по инновационной технологии Джипон. С помощью которой оптическая линия связи проводится непосредственно в квартиру абонента. Кроме того, технология Джипон позволяет подключить по одному волокну сразу несколько услуг. Интернет со скоростью более 100 мегабит в секунду, интерактивное телевидение и телефон. Модернизация сетей в новых ледах – это часть стратегии Ростелекома, которая предусматривает строительство оптики по всей стране. В 2016 году компания завершила прокладку оптики в Перми и Пермском районе. Благодаря этому в таких населенных пунктах, как Гомова, Фролы и Култаева, впервые появились оптические сети. В Перми дешевеют хрущевки. За полгода в среднем по городу квартиры этого типа потеряли в цене 3,5%. К таким выводам пришли аналитики портала по выбору недвижимости n1.ru, изучив более тысячи предложений о продаже хрущевок в Перми. По данным на конец февраля-начало марта, средняя хрущевка в Перми стоит 1,8 млн рублей рублей, что на 3,5% меньше, чем в августе 2016 года. Тогда такие квартиры стоили в среднем 1,9 млн рублей рублей. Максимально за этот период подешевели хрущевки в Дзержинском и Индустриальном районе. Снижение цен здесь достигло 4%. Курс доллара по данным Центробанка на 22 марта составляет 57,23 рубля, курс евро 61,73 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах.